Законопроект Акт об обороне Армении Внесем в палату представителей США Ярхушта овации Армения попрощалась с Гагиком Геносяном Статья BBC Travel об армянском алфавите Мы и наши топонимы Поддержим государственное телевидение Западной Армении Указ президента номер 100 от 10 февраля 2024 года Состав 4 правительства преемника Республики Западной Армении Согласно решению 3 сессии 3 созыва Национального собрания Парламента Западной Армении от 21 января 2024 года О структуре государственного устройства Западной Армении Согласно заявлению 1-го президента Республики Западной Армении Армена Кабрамяна от 8 февраля 2024 года Утверждаю Состав правительства Республики Западной Армения Заместитель премьер-министра Арман Акупян Министр обороны генерал-майор Сурен Шаумян Заместитель министра иностранных дел Вартан Симонян Заместитель министра образования и науки Ерван Дорумян Министр наследия Рафик Куртушан Член Министерства информации и пресс-секретарь правительства Арменуи Саакян Состав Министерства иностранных дел Республики Западной Армении Посол Республики Западной Армении в Аргентинской Республике Гильермо Караманян Консул Республики Западной Армении в Восточной Республике Уругвай Мисак Пабло Тайланян Почетный консул Республики Западной Армении в Аргентинской Республике Ерван Дорумян Почетный консул Западной Армении в Лас-Вегасе, штат Невада, Соединенные Штаты Америки Армен Абдалян Почетный консул Республики Западной Армении в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки Арман Григориан Президент Республики Западной Армении Лидия Маркосян. Анкара передала Еревану свое видение относительно организации технического процесса восстановления исторического Анийского моста. Об этом сообщили Министерство иностранных дел Восточной Армении в ответ на запрос «Спутник Армения». Турецкая сторона передала Восточной Армении свое видение относительно организации технического процесса восстановления исторического Анийского моста, говорится в сообщении. 8 февраля конгрессмены-демократы Фрэнк Палуны-младшие и Гейб ОМОН, также республиканцы Майкл Лолер и Галис Билли Раккис 8 февраля представили в Палате представителей США законопроект «Акт об обороне Армении», который предлагает приостановить признание недействительным в резолюции 907. Об этом передают американо-армянские структуры. В резолюции 907 говорится, что Соединенные Штаты не могут предоставлять средства правительству Азербайджана до тех пор, пока президент не определит и не сообщит Конгрессу, что правительство Азербайджана предпринимает четкие шаги, чтобы положить конец всем видам блокады и другим наступательным применениям силы против Армении и Арцаха. После 11 сентября администрация смогла временно приостановить действия этой резолюции, чтобы освободить Азербайджан от применения положения резолюции 907. Законопроект был представлен, когда Сенат проголосовал за принятие законопроекта С-3000, также известного как «Акт об обороне Армении» под руководством сенатора-демократа Герри Питерса и сенатора-республиканца Марко Рубио. Армения попрощалась с участником Арцахской освободительной войны, основателем и художественным руководителем традиционной группы песни и танца «Карин», заслуженным деятелем культуры Армении Гагиком Геносяном. Под танец Ярхушта ученики проводили в последний путь любимого учителя Гагика Геносяна. BBC Travel опубликовала статью об армянском алфавите. Автор статьи, как 1600-летний алфавит, сформировал армянскую идентичность Сугата Мукеджи, пишет, что армянский алфавит – это не просто система письма, это также система счета, используемая для математических вычислений и записей календарных дат и являющаяся предметом национальной гордости. В статье журналист также поделился впечатлениями от посещения памятника армянскому алфавиту и матанадарана. Я знал, что эстетические выразительные формы армянских букв, долгое время используемые в народном искусстве и каллиграфии, попали в списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Но я понятия не имел, что изящные художественные рисунки также пропитаны секретными кодами и криптографией и наделены скрытыми свойствами. Все изначальные 36 букв не только являются частью алфавита, но и имеют присвоенное числовое значение в зависимости от их порядка в алфавите. При расположении четырех столбцах и девяти строках буквы в каждом столбце, соответственно, представляют собой числы, цифры, десятки, сотни, тысячи. В древности в Агиовитской провинции Мецхайк-Туруберян на северном берегу озера Ван находился город Арчеш, существовавший с урарского периода, возле которого были найдены две надписи, оставленные урарским царем Аргишты II, в которых отмечено строительство искусственного пруда и городского канала. Название Арчеш связано с именем Аргишты II. Арчеш, упоминаемый в армянских источниках VII века, турки адаптировали к своему произношению и изменили на Эджиш. В мире великого армянского тайка название деревни Арсис, которая была центром и главной крепостью области Арсиацпор, позже провинции Карин в Западной Армении, к северу-востоку от деревни Киским, на правой стороне реки Чурох, в гористой и лесистой местности было изменено на Эрсис. Они изменили произношение названия деревни Кармарак, расположенной в двух километрах к востоку от города Кисария, в провинции Кисария, в историческом Малом Хайке, на Гермир. Во второй половине IX века Кармарак был хорошо развитым сельским городом с поселением более тысячи человек. В древности деревня городок находилась трех километров к северу от Кармарак, в местечке под названием Кармирхох. Отсюда и название деревни города Кармарак. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Western Armenia 2 не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы – сила. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!